Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. Несмотря на весь хаос, который происходит в последнее время, особенно в Соединенных Штатах Америки, рыночная капитализация криптовалют превысила 1 триллион долларов США. В 2017 году эта отметка достигала 831 миллиарда долларов, а значит сейчас рыночная капитализация криптовалют находится на своем историческом пике. Что ж, поздравляю всех холдеров криптовалюты. У меня есть очень хорошее предчувствие по поводу всего этого. Посмотрите на эту новость от Тайми Йошикао, которая работает в Ripple. Она пишет, что Ripple выпустил первый документ от CVCB. В нем резюмированы все требования для долгосрочного успеха цифровых валют центральных банков. А вот еще одна новость, размещенная в Твиттере Ripple. В ней говорится, что совместимость, нейтральный мостовой мост и партнерские отношения – это ключи к долгосрочному успеху ЦВЦБ. Далее идет статья с аналогичным названием. Я хочу выделить некоторые ее фрагменты и показать вам. Мы просто обязаны обращать внимание на то, что происходит прямо сейчас перед нашими глазами. Новый выпущенный Ripple-отчет исследует препятствия для распространения ЦВЦБ и потенциал ЦВЦБ в современных условиях. Также отчет содержит много ключевых рекомендаций, очень похожих на общие стандарты, в свое время позволившие интернету стать глобальным инструментом для обмена информацией. Задачи, стоящие перед ЦВЦБ и представленные в отчете, включают в себя создание открытого платежного протокола и уменьшение временных и денежных затрат для трансграничного обмена деньгами. В свою очередь, это создаст более дешевые, быстрые и эффективные платежные инфраструктуры с более низким количеством неудачных платежей, лучшей конкуренцией и доступ к глобальным рынкам, а также упростит доступ к финансовым услугам для населения, которые даже сейчас не получают таких услуг. И самое главное, ЦВЦБ создадут правительственный суверенитет над монетарной политикой. Чтобы полностью реализовать этот потенциал, 80% исследованных ЦВЦБ должны включать в себя функцию совместимости. Такая универсальная совместимость зависит от применения открытых стандартов и нейтральных мостовых активов, которые специально оптимизированы для скорости, масштабируемости и стоимости переноса капитала. Все это вместе должно обеспечить свободное движение ценности между ЦВЦБ. Имеется в виду, что между двумя разными цифровыми валютами центральных банков должен существовать некий мост – нейтральный актив. Эти нейтральные мостовые активы сделают ЦВЦБ совместимыми и разрешат движение денег между ними безо всяких излишек. И самое главное, без необходимости, чтобы каждая ЦВЦБ решала проблему ликвидности, которая присуща трансграничным транзакциям. Каждой отдельной ЦВЦБ решать эту проблему ликвидности, с которой сталкиваются трансграничные платежи, не нужно. Все будет решать мостовой актив. И угадайте, что сервис RippleNet – ликвидность по требованию и позволяет финансовым учреждениям осуществлять транзакции в реальном времени между множеством мировых рынков, используя XRP именно как ту самую нейтральную мостовую валюту. Как мы знаем, XRP быстрее, дешевле и более масштабируемый, чем любой другой цифровой актив. Это делает его идеальным инструментом для быстрого и эффективного соединения двух других валют. Данное решение может также поддерживать прямой обмен ЦВЦБ. Если говорить кратко, то Ripple видит ЦВЦБ как будущее фиатных валют. Мы знаем это, и мы слышали подобные слова от самих центральных банков. Полноценно созданные и реализованные, они могут обеспечить успех для участвующих стран как на местном, так и на глобальном уровне. Ripple плотно взаимодействует с регуляторами и центральными банками по всему миру для разработки протоколов и инфраструктуры, которые могут быть использованы для запуска таких ЦВЦБ. Я могу сделать целое видео по центральным банкам, с которыми работал или работает Ripple за все эти годы, но мы уже говорили об этом во множестве других видео. Так что для тех, кто не в курсе, я советую сделать небольшое исследование и понять, насколько глобальными на самом деле являются Ripple и XRP. На самом деле все зависит от того, что будет в Соединенных Штатах. Регуляторная ясность для XRP установит то, что должно произойти дальше. Я предлагаю не гадать на кофейной гуще, а посмотреть этот документ. Они поместили в этом документе всю информацию для общественного ознакомления. Они говорили нам, что обладают невероятной уверенностью, что XRP получат регуляторную ясность. Я думаю, он этого все-таки заслуживает. И если это произойдет и в Соединенных Штатах Америки, то больше не останется вопросов, что такое XRP. Больше не будет вопросов, для чего будет использоваться XRP и когда XRP будет готов к запуску. На самом деле в некоторых странах XRP уже давно признали цифровой валютой, например в Японии. Итак, я предлагаю посмотреть на эту карту. Она обозначает страны, которые активно изучают свои собственные цифровые валюты. И это 80% всех центральных банков планеты. Чуть дальше по документу описаны три ключевых фактора для преодоления любых препятствий для полномасштабного внедрения цифровых валют центральных банков. Первый это, конечно же, совместимость. Каждая цифровая валюта центрального банка должна иметь какой-то базовый уровень совместимости, встроенный в нее с самого первого дня ее существования. Второй фактор это публичное и частное партнерство. Третий фактор это нейтральные мостовые валюты. Я хочу обратить ваше внимание на вот этот абзац. Для создания по-настоящему эффективного мирового рынка, мостовая валюта должна быть четко оптимизирована для платежей и поддержки той же скорости, масштабируемости, безопасности и низких расходов, которые будут предоставляться самой цифровой валютой центрального банка. Одним из примеров такой нейтральной мостовой валюты является цифровой актив XRP, который может использоваться для быстрого и эффективного соединения двух разных цифровых валют центрального банка. Это и есть та причина, по которой я инвестирую небольшую часть депозитов XRP, несмотря ни на что. Конечно, не так много, как в биткоин. В биткоин я инвестирую 70% всех своих инвестиций, но я просто не хочу оставаться в стороне. XRP не похож на любой другой цифровой актив, и это факт. В данном пространстве будут и другие проекты, которые себя очень хорошо покажут, но XRP играет основную роль в своей сфере, и многие люди сегодня очень сильно занижают эту роль. Что ж, тем хуже для них. Нейтральный мостовой актив может поддерживать хорошие альтернативные рынки ликвидности, которые позволят деньгам перемещаться в реальном времени без затрат и излишек, и при этом максимально эффективно между различными цифровыми валютами центральных банков. Люди даже не осознают, как много денег потенциально может пройти через XRP, как много активов XRP уже готов соединить. Не путайте это с тем, что он их соединит. Он может их соединить, но вот соединит ли – это вопрос, ответ на который даст только лишь время. Все это должно начинаться с регуляторной ясности, и это основное шоу, которое продолжается в Соединенных Штатах. Некоторые говорят, что следом такая ясность появится и во всех остальных частях мира. Даже несмотря на то, что многие страны мира уже определились с законодательным статусом XRP. Ripple говорит, что пришло время определить будущее цифровых денег. Представление цифровых валют центральных банков будет одной из определяющих трансформаций за всю историю денег. Как же волнительно наблюдать за этой революцией и быть живым в это время. Спросите у своих знакомых, да просто выйдите на улицу и спросите у любого прохожего, знает ли он, что такое цифровая валюта центрального банка? Что такое ЦВЦБ? Знают ли они хотя бы, что такое центральный банк? Большинство людей вообще не имеет понятия об этом. Некоторые люди понимают это, такие как мы. Но большинство из людей не имеет представления о том, что сейчас происходит. Особенно тогда, когда вокруг творится хаос. Криптовалюта сорвалась и ее рынок достиг 1 триллиона долларов. А цифровые валюты центральных банков уже почти готовы к внедрению. Люди не видят, что происходит. Они видят только лишь новости. Посмотрите на эту цитату Кристин Лагард, президента Европейского Центрального Банка, которую особенно выделил Риппл. «Если цифровые валюты центральных банков дешевле, быстрее, более безопаснее для пользователей, то мы должны изучить их. Если они приведут к лучшему денежному суверенитету, лучшей автономии, мы обязаны изучить их. Если они приведут к облегчению трансграничных платежей, мы изучим их». Теперь давайте послушаем Брэда Гарнинхауса. Если вам все еще нужно перейти от доллара к песо, то вам нужно что-то, что должно выступить мостом между ними. То, что делает Риппл, это создает XRP как наиболее эффективный, ликвидный и простой способ моста для эффективной продажи активов с обеих сторон. А также продажи программных интерфейсов, которые позволяют людям соединяться с обеих сторон этого процесса. Если у нас будут сотни банков, объединенных для использования XRP в этих целях, то это будет очень хорошо для ликвидности XRP. Банк XRP предоставил информацию о том, что люди не просто говорят, но и делают. Правило предоставления персональных данных, предлагаемое агентством по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, столкнулось с растущим противостоянием со стороны криптовалютных компаний. Например, венчурный фонд Андресен Хоровиц пообещал подать в суд. Людям уже надоело терпеть. И они больше не будут этого делать. Это год, в котором мы увидим большие изменения. Это год, в котором мы увидим большое шоу. Терпение лопнуло. Снова новость от банка XRP. Брайан Брукс говорит, что используя единый свод правил, «Финтех эффективно, эффектно и безопасно служит для финансовых нужд потребителей по всей стране». И добавляет, что он абсолютно согласен с этим выводом. Если что, Брайан сказал это, комментируя результаты исследования рабочей группы Бюро по защите прав потребителей в отношении федерального финтех-сектора. Проще говоря, ребята, что Бюро по защите прав потребителей, что офис контролера валюты, что даже Фин Сен, все в один голос соглашаются с тем, что цифровизация наступает стремительно, даже без участия правительства. «Все меняется очень быстро, и я стараюсь держать вас в курсе всего, что происходит вокруг». «Все становится по-настоящему цифровым». Например, Джереми Аллер, уже знакомый нам персонаж, соснователь и генеральный директор Сёкл, сказал, «Это будут последние выборы, которые не записывались и не верифицировались в публичном блокчейне». Станет ли это правдой? Покажет лишь время. Но это то, что точно предотвратило бы очень много хаоса и неуверенности, которые сейчас происходят, на которых сфокусировался абсолютно весь мир. Того хаотичного безобразия, которое мы сейчас наблюдаем в Соединенных Штатах, люди больше не доверяют старой системе. Эту проблему мог бы решить блокчейн. Цифровые активы, весь крипторынок, биткоин, пришли в движение и встряхнули весь мир сенсационным ростом, в то время как идет разработка и внедрение цифровых валют центральных банков. Все это происходит прямо сейчас. А на чем же сфокусировались люди? Они сосредоточены не на том, что по-настоящему изменит весь мир. Не на этой цифровой революции нет. Большинство людей не имеет понятия, что криптовалютный рынок стоит триллион долларов, что они могут зарабатывать деньги в криптопространстве, инвестируя в цифровые активы. Многие даже не знают, что такое цифровые активы. И еще больше людей даже не знают, что готовятся какие-то там цифровые валюты. Однажды для них это станет большим сюрпризом. Именно поэтому для нас это просто замечательное время, чтобы быть активными и быть частью этой революции. Ведь далеко не все станут ее частью. Я уже говорил, что это не для всех. Неважно справедливо это или нет, все не примут участие в этой революции. Многие люди ее пропустят, как и остальные до этого. Это лишь путь, по которому развивается наша игра. А на этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Не забудьте поставить лайк. Это очень мотивирует и помогает канал расти. А также подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Обязательно богатейте. До скорого.